Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Чистый воздух – дело всенародное. По инициативе общественников в регионе создается мобильная система эко-мониторинга. Приоритет социальным сферам. В Самарской губернтской думе приняли закон о региональном бюджете на 2021 год. Рептилии и змеи вместо кошек и собак опасно ли заводить экзотических животных в квартире. В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт, а за чистотой воздуха будут следить мобильные лаборатории. Эти и другие решения приняли по итогам заседания Общественного совета по экологической безопасности, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Работа совета признана акцентировать внимание на особо острых проблемах, которые общественность ставит перед властью и надзорными ведомствами. Подробнее Олег Зверев. С одной стороны общественность, с другой надзорные ведомства, с третьей региональной власть. Проблема экологии под всесторонним контролем. За чистоту воздуха в Самарской области решили взяться основательно. Под занавес уходящего года наиболее острые вопросы обсудили на заседании Общественного совета по экологической безопасности, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. На повестке дня итоги реализации национального проекта «Экология» и планы работы по оздоровлению атмосферы в городах, сохранению биоразнообразия, контролю за безнадзорными животными и состоянии водоема в губернии. Экологический совет создан не для того, чтобы я ему задавал направление работы, а для того, чтобы как раз от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в нашем регионе, от экспертов, от профессионалов услышать проблемные вопросы, которые позволят нам определить направление нашей совместной деятельности и найти оптимальное решение. Одним из самых острых вопросов остается чистота атмосферного воздуха в Тольятти. Обеспокоены представители инициативной группы «Тольятти-Дыши». Их глава региона пригласил на личную встречу вместе с руководителем Межрегионального управления Росприроднадзора, чтобы детально обсудить пути решения вопроса. Мы видим, что фиксируется периодически превышение ПДК по различным веществам. Формальдегид, аммиак, фтористый водород. Если смотреть техническую документацию заводов, то у них регламентирован выброс более 150 веществ. Не говоря о смесях, которые образуются в результате смешения. Мы начинали писать вот эти обращения в контролирующие органы администрации, начиная с 2018 года. Мы привлечены к ответственности, но это не помогает решить, к сожалению, ситуацию. В отношении крупных химических предприятий Тольятти будут проведены плановые проверки. Для проведения ежедневного экологического мониторинга регион приобрел мобильную лабораторию, которая будет отслеживать химический состав воздуха. В регионе планируется создать экологический стандарт ограничения вредных выбросов. Эту идею поддержали в том числе и крупные предприятия Тольятти. Кроме того, глава региона поручил сформировать коллегию природоохранных ведомств по образцу той, что работало, когда Дмитрий Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Губернатор поблагодарил активистов и подчеркнул, что заинтересован в общественном контроле, в том числе и в создании системы мониторинга. Мы ее по самым острым проблемам отдельных территорий, мы ее создаем и в Самаре, и в Новокуевске, и в Тольятти. Поэтому мне реально здесь нужны люди с пониманием и с желанием решить проблему. Я вас приглашаю к сотрудничеству. Вот давайте с экосовета начнем, дальше посмотрим. Но мне крайне важно, чтобы в Тольятти я понимал, с кем мне взаимодействовать, и с общественников по этой ситуации. Потому что я, могу вам сказать, до сегодняшнего дня не понимал. У меня на вас надежда большая. Вся информация о контрольных мероприятиях и результатах проверок будет размещена в открытом доступе. Ведь по большому счету задача у всех одна – сделать так, чтобы воздух стал чище, а люди, которые живут рядом с промышленными гигантами, знали, чем они дышат, и не опасались за свое здоровье и будущее своих детей. Олег Зверев, События. На этом же заседании принято еще одно важное решение. В Самарской области будет оборудован реабилитационный центр для животных. Организация, которая выступила с инициативой, уже более пяти лет занимается этой проблемой и уже имеет опыт создания ветеринарного приюта, в котором может одномоментно находиться около 400 кошек и собак. Общественники подбирают животных с улиц. При необходимости лечат, а затем подыскивают им семьи. Для создания областного центра уже приобрели земельный участок в селе Лопатин Волжского района, где планируется построить здание с карантинной зоной, ветклинику, кинологический центр и штаб волонтеров, задача которых – не допускать жестокого обращения с животными. Телеканал «Самары ГИС» планирует запустить проект, который также будет посвящен решению проблемы бездомных собак и кошек. «Хочу обратиться сейчас к всем участникам совещания, что с января 2021 года запланирован цикл передач, по данной тематике приглашают всех к участию». «А цикл передач где?» «На ГИСе», Дмитрий Григорьевич, «Поставай», «Поставай», «Поставай». «Очень хорошо. Я наш департамент информации тоже попрошу всемирно поддержать, если там качественный продукт будет на ГИСе, просто помочь его распространением, привлечением внимания. Очень важное начинание». В Самаре узнают мнение жителей о блокировке социальных транспортных карт для людей старше 65 лет. Детали проведения опроса обсудили на заседании городского оперативного штаба по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Напомню, на одном из заседаний областного оперштаба предложили заблокировать пенсионерам транспортные карты. Но губернатор Дмитрий Азаров поручил инициативу отложить и детально изучить отношение жителей к этой непростой теме. В городской администрации уже приступили к формированию опросного листа. Для проведения опроса привлекут волонтеров и социальных работников. Они будут задавать вопросы пенсионерам, в том числе по телефону. Первый вопрос. Соблюдаете ли вы режим изоляции? Какая нужна вам помощь волонтеров или социальных работников? Работаете ли вы? Цель поездки, если ездите на общественном транспорте, больницы, аптеки, поезд дешевых лекарств. Вторая позиция – уход за больными родственниками. Третья позиция – сопровождение внуков в школу и секции. Четвертая позиция – поездки в магазинах, поезд дешевых продуктов. И пятое – это поздравление с наступающим Новым годом, пожелание здоровья и настоятельная просьба соблюдения режима самоизоляции. А пока городские власти продолжают проводить мониторинг по соблюдению режима самоизоляции мер безопасности людьми старше 65 лет, под контроль попали самые популярные места. В одном из почтовых отделений оказалась наша съемочная группа. Супруги с Кивко знают о мерах безопасности и всегда их соблюдают. Они максимально сократили социальные контакты. Еще весной уехали на дачу. Несколько дней назад вернулись в самарскую квартиру. В почтовое отделение пришли оплатить квитанции. Раньше этим занималась дочь, но сейчас она заболела. Анна Еремеевна говорит, все предстоящие праздники проведут в узком семейном кругу. В гости ходить не планируют и к себе приглашать не будут. О мерах предосторожности в общественных местах регулярно разъясняют волонтеры и представители городских властей. Просим, чтобы сидели дома и берегли свою здоровье. Здоровье самое главное. Стараемся при ежедневном объезде территории заходить, предупреждать, смотреть, чтобы они пользовались антисептиками, одевали маски должным образом и, конечно же, по случаю сидели дома. В почтовых отделениях соблюдают меры предосторожности. Помещения регулярно проветривают и обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для обеспечения безопасности как клиентов, так и сотрудников на полу нанесена разметка социальной дистанции. Также между клиентом и оператором установлены прозрачные защитные экраны. На входе стоят дезинфицирующие средства. Представители организации отмечают, во время пандемии коронавируса стали популярными услуги дистанционного обслуживания на дому. Пожилым людям уже нет необходимости ходить в отделение, чтобы обращаться за почтовыми услугами. В частности, это оплата услуг при использовании мобильных почтово-кассовых терминалов. Всего у нас на территории Самарской области более 700 таких терминалов работают. С их помощью можно оплатить коммунальные услуги, штрафы, государственные пошлины. Напомню, на региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса одобрили продлиние режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 января следующего года. Самарцам почтенного возраста рекомендуют ответственно относиться к введенным мерам безопасности, беречь себя, ограничить визиты, поздравлять друзей и родных по телефону, выходить в общественные места по мере необходимости. В области продолжают работать телефоны горячих линий. Их вы видите на экране, куда можно обратиться за помощью к волонтерам Всероссийской акции «Мы вместе». Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Елена Маретина, Николай Сидоров. События. Медики Самары окажут дополнительную поддержку пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Многие медучреждения города уже оснащены современным оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных. Врачи внедряют передовые методы устранения сердечных патологий и обеспечивают сложных пациентов необходимыми лекарствами бесплатно. О работе медиков на передовой, готовности оказать безвозмездную помощь в любое время суток – репортаж Ольги Павловой. Ее рабочий стол полон благодарности от самых сложных и тяжелых пациентов. Участковый врач третьей поликлиники города Тамара Янаева помогает кардиобольным и пациентам, перенесшим инсульт. Необходимые лекарства разносят ежедневно в две смены. Адреса, по которым нужно доставить препараты, находятся в пешей доступности от поликлиники. Если когда надо и другим тяжелобольным, неходячие, да, лежачие есть у нас же, которые с переломом шейки, бедра и со всеми, мы тоже, если есть необходимость такая, тоже носим. Пациенты сердечно-сосудистой патологии в особой группе риска. Если верить статистике, заболевания входят в число самых опасных и сложно диагностируемых. В рамках нацпроекта здравоохранения медучреждения города начали оснащать современным оборудованием. Врачами внедряются передовые методы устранения кардиозаболеваний. Пациенты, которые выписываются из стационаров, обеспечиваются медикаментами бесплатно. И наблюдаются врачами в поликлинике по месту жительства в течение полугода. У нас идет информация, сначала со стационара, мы уже не знаем, потому что нам по защищенному каналу придают информацию. Кроме этого, пациенты обеспечиваются там медикаментами в стационаре. После этого им дается на руки выписка. И выписка эта потом поступает к нам, соответственно, при обращении пациента или родственника к участковому врачу. Врач это все анализирует и вставляет уже заявку на эту пациента, конкретно, соответственно, рекомендациям кардиолога. По этой заявке лечащий врач определит план лечения на дому и оформит рецепт на лекарственные препараты. Он будет действовать 180 дней. На льготы могут рассчитывать люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, пациенты после инсультов и кардиоопераций. В третьей поликлинике Самары подобную меру поддержки получили уже 307 жителей города. Их обеспечили препаратами на сумму более 2 миллионов рублей. Программа лекарственного обеспечения реализуется в регионе с 2019 года и рассчитана на 5 лет. По словам медработников, подобная мера поддержки граждан позволяет существенно повысить продолжительность жизни пациентов и оказать своевременную помощь больным. Ольга Павлова, События. Во втором окончательном чтении депутаты Самарской губернской думы приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объем доходов в следующем году составит почти 196 миллиардов рублей. Дефицит превысит 7,5 миллиардов. Почти 70% расходов направят на социальную сферу. Приоритет в регионе отдадут развитию и модернизации здравоохранения, материальному стимулированию медицинских работников, развитию системы образования, решению проблем экологии, созданию комфортного инвестиционного климата. Основные средства пойдут на покупку жилья молодым семьям, детям-сиротам, поддержку малоимущих граждан и ветеранов. И, конечно, в первую очередь мы сконцентрировались на полном исполнении всех публичных социальных обязательств. Мы в этот период, когда снижаются доходы бюджета, не только сохраняем, мы увеличиваем расходы на социальную сферу, на меры поддержки населения. Если сравнивать те параметры, которые уже заложены только за счет областных средств по сравнению с 2019 годом, такие меры поддержки увеличены на сумму 5 миллиардов рублей. Если считать цифру уже суммарно с федеральным бюджетом на меры соцподдержки, то на 10 миллиардов эта цифра возрастает. Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум с 1 января следующего года будут рассчитывать по новой методике. При любом изменении ситуации минималку нельзя будет снижать. Такой закон приняла Госдума. Сколько составит минимальный размер оплаты труда в следующем году, расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. Цены на нефть сегодня растут. За баррель марки «Брент» дают 50 долларов 90 центов. Американская валюта немного подешевела. На 17 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 73 рубля 42 копейки. Евро прибавил 14 копеек и стоит 89 рублей 32 копейки. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России превысила 90 тысяч рублей по итогам этого года. К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений по поиску квартир. Они изучили предложения в 107 городах с населением более 100 тысяч жителей. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость квадратного метра выросла на 16%. В России запретят снижать минимальный размер оплаты труда и решили отказаться от продуктовой корзины при его расчете. Государственная дума приняла законопроект о новой методике расчета МРОД. В следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Индексация будет ежегодной. Минтруд прогнозирует рост МРОД до 14 176 рублей к 2023 году. А в Самарской области уже увеличен прожиточный минимум пенсионеров. Теперь он составит 9 320 рублей. Соответствующие изменения поддержали депутаты губернской думы. Увеличение прожиточного минимума позволит провести перерасчет социальных доплат для 74 тысяч пенсионеров региона. На этом сегодня все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях этого дня. В муниципальных районах Самарской области отремонтировали 7 аварийных мостов. Реконструкцию двух через каналы Орошения и ремонтные работы на пяти остальных через малые реки региона выполнили по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Работы начались еще в конце декабря 2019 года. В Богатовском районе произвели демонтаж двух старых мостов и построили новые сооружения через каналы Орошения. Также рабочие отремонтировали мосты в Кенель-Черкасском, Сергеевском, Ставропольском, Пестравском и Кенельском районах. Команда ученых Самарского университета заняла третье место в номинации «Бизнес-игра» Всероссийского конкурса молодых предпринимателей 2020. Об этом сообщили в региональном правительстве. Самарская команда представила проект по разработке нового способа для изготовления медицинских имплантов из труднодеформируемых материалов. На предварительном этапе в конкурсе участвовало 600 команд, которые презентовали свои проекты. Проект Самарского университета вошел в десятку финалистов регионального этапа и в тройку лидеров на всероссийском уровне. Награды победителям вручили в Москве на международной выставке. В период с 28 декабря по 10 января количество запланированных рейсов в Сочи из аэропорта Курумыч увеличили втрое по сравнению с прошлым годом. Так, в предпраздничные дни и дни новогодних каникул рейсы на самый популярный российский курорт будут выполняться ежедневно, до трех вылетов в день. Больше всего рейсов планируется по средам и пятницам. В здании будущего филиала Третьяковской галереи начали штукатурные работы наружных стен и перегородок. Сейчас на объекте трудится 120 человек. Специалисты завершили работы по закрытию теплового контура здания. В том числе усилили фундаменты стены, заполнили оконные и дверные проемы. Сейчас строители монтируют трубы системы отопления для подключения приборов по временной схеме. Реставрация будет идти всю зиму. Здание планируют сдать уже в конце следующего года. А к середине 2022 года здесь запустят первый выставочный проект. Территорию в районе фабрики кухни также планируют благоустроить. Команда Исамарской области заняла четвертое место на играх ГТО, которые прошли в Кисловодске. На протяжении двух дней 215 спортсменов и 32 команды регионов России соперничали в личном и командном зачетах. Участники выступали в четырех видах нормативов ГТО. Меткость, гибкость, сила и скорость. По итогам первого дня поделялись чемпионы в личном зачете. А 14 лучших регионов получали право выступать в финале и побороться за командную победу. Рассказали в Министерстве спорта Самарской области. В общем зачете первого дня Самарская область заняла третье место и вышла в финал. По итогам финальной эстафеты самарская команда заняла четвертое место. Культура и искусство запасной столицы. Выставка с таким названием открылась во Дворце ветеранов. Материалы собирали пять лет. В экспозицию вошли фотографии, документы и личные вещи как жителей Куйбышева того времени, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Для того, чтобы выставку посещали все возрастные группы, организаторы используют современные технологии. Например, полностью погружать посетителей в атмосферу военного времени помогают цвет, свет и музыка. Формат «Диджитал» дает возможность использовать эту технологию при проведении экскурсии, сопровождая рассказ экскурсовода дополненной реальностью. Тема новой экспозиции в год памяти и славы актуальна для всех жителей города. Каждая страница нашего музея уникальна. И она позволяет сохранить именно тот большой культурный потенциал, который стал основой для развития не только Куйбышева Самары, но и всей страны. Вход безвозмездный, то есть он бесплатный. Все желающие по предварительной записи могут получить и доступ, и экскурсию. Спрос на экзотических животных в России увеличивается. Все больше людей заводят в квартирах не кошек и собак, а змей. Несмотря на закон, который вступил в силу в начале этого года, запрещающий заводить в качестве домашних питомцев экзотических особей, люди находят обходные пути. Чем привлекает диковинка, узнала Мария Левина. С сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием. Спокойный и рассудительный такой образ автора известного советского мультфильма выбрали для змеи. Пребывающий в прострации удав ничем не опасен, а напротив, интересен зрителю. В корне отличается представление о реальных рептилиях, на которых большинство людей во все времена смотрели с опаской. Обратимся к мифологии. Египетские богини Бастет и Мавдит были изображены как кошачьи божества, защищавшие людей от змей и скорпионов. Считалось, что черные змеи – это символы ведьмы и колдовства. Сегодня и кошачьи, и чешуйчатые предметы суеверий. Сходств между ними гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Экзотика ближе, чем нам кажется. И порой даже в обычном, любимом домашнем питомце можно найти что-то необычное. Вот, например, шипеть кошки научились подражая змеям. Ну, по крайней мере, так поговаривают. Если смотреться в их очаровательные глаза, вот эти вертикальные зрачки, которые вгоняют добычу, и, мне кажется, меня сейчас немножко в транс. А еще они помогают им видеть и передвигаться в темноте. Но эти сходства видят не все. Многие идут навстречу своему страху и хотят обладать реальными хищниками. Это подтверждает повышенный спрос на экзотических животных в последние годы. Достаточно открыть сайт коммерческих предложений, и вам будет из чего выбрать. Если раньше экзотическое животное – это было все, что ни кошка, ни собака, ни аквариумная рыбка, то сейчас, конечно, это не так уже. Сейчас практически все животные, кроме каких-то совсем редких, исчезающих, доступны для содержания дома. Просто надо понимать, что некоторых держать не стоит, например, каких-то хищников. В начале этого года в России вступил в силу закон, запрещающий изводить ряд экзотических животных в квартирах. Зверей разделили на 8 пунктов. К ним относятся ядовитые змеи, питоны длиннее 4 метров, крокодилы, каймановые черепахи, скорпионы и ядовитые пауки. Но на безобидных маленьких рептилий правовой акт не распространяется. Александр Корнев уже 5 лет является счастливым обладателем хладнокровных. Началось все с этого очаровательного и очень любопытного питона по кличке «Царь». Царь обошелся Александру в 4000 рублей. Нашел он его через интернет. Сегодня экзотика ценится гораздо больше. Расценки поднялись примерно в три раза. В мини-зоопарке Александра 5 змей и маленький ящер. Очень хотелось экзотического зверя. В принципе, меня с детства привлекают такие животные. Они приятны на ощупь. Они какое-то эстетическое удовольствие доставляют. В первый раз, естественно, был страх. Я не знал, насколько большой он приедет ко мне, как он будет выглядеть. Поэтому я вообще думал изначально, что это будет двух-трехметровый змей. Много было комментариев от друзей, типа «О, он тебя съест, как ты живешь с ним, он тебя ночью съест обязательно». У всех такое было мнение. Но нет, это все мнение ошибочно, поскольку вот он далеко не убегает, не гавкает и не кусает. Питон не только не съел своего хозяина, а оказался вовсе неприхотливым в содержании. Кормить рептилий нужно всего раз в неделю. Для комфортной жизни животным необходимы лишь террариум и обогрев. Экономия не единственная причина, по которой хладнокровных заводят в квартирах. Психологи утверждают, разгадка кроется в детстве. Будучи ребенком, человек привыкает к повышенному вниманию и заботе. Став старше, далеко не каждый может адаптироваться к современным реалиям и понять, а главное принять, что мир не крутится вокруг него одного. В нашей культуре принято, вообще в мировой культуре принято, что внимание – это крайне важно. А тенденция подобных переживаний идет из, скажем так, генетической предрасположенности. У нас с самого детства, плюс гены, плюс культурный код, вот этот наш, когда у нас забота о потомстве излишняя, она подразумевает, что внимание, пока оно есть, я живу. И возникает глубокая зависимость от этого самого состояния. Каждый человек выбирает домашнее животное в зависимости от своего характера и образа жизни. Ритм становится быстрее с каждым годом, время на заботу о домашних любимцах найти все сложнее. Этим и можно объяснить возросший спрос на неприхотливых рептилий. Мария Левина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин